Так, друзья, я вас приветствую. Сегодня на очередном проекте кухни Leroy Merlin. Проект выглядит у нас вот так. Небольшая компактная кухонька, ну тоже как бы со своими нюансами, как в принципе и обычно. Доборчики нештатные, карнизики там и так далее, и тому подобное. Кстати, сразу вот что касаемо стоимости, да, все спрашивают частенько по поводу стоимости. Вот можете сразу посмотреть 258 тысяч. Насколько она актуальна, я честно говоря не знаю. Вот, так быстренько пролистал, вроде техники здесь нет. В общем, кухни у Leroy Merlin тоже потихонечку цены поднимаются, имейте это в виду. И у нас сегодня вот столешница, это мастиф, вот дуб. Вот цена на, соответственно, столешницы. У нас задача сегодня их запилить, еврозапилом соединить, состыковать. Вот, скажу так, я ставил уже эти столешницы, мне честно не очень понравилось. Они либо, потому что попались сыроватые, ну, в общем, повело их-то потом у людей такое себе. Их заказчик покрыл маслом, и, как видим, они теперь начали отличаться по цвету. Вот, одна 120-я, одна 240-я у нас столешница. А так, что касаемо помещения, тоже здесь можно посмотреть, что здесь были проведены подготовительные работы по коммуникациям. Вот, это я вам настоятельно всем рекомендую делать до монтажа кухни, чтобы потом меньше было у вас проблем. Вот, допустим, здесь у нас будет с вами шкаф со встроенным холодильником. Соответственно, вот, для встройки холодильника имеется у нас розетка в цоколе, которая повернута на 90 градусов, то есть, чтобы было удобно подключать. У нас далее идет шкаф, вот он у нас, духовка и варочная панель. Соответственно, вот у нас питание для духового шкафа, питание для варочной панели, провод с запасом. А варка у нас сегодня Бош, вот, кстати, вся техника у нас здесь, все Бош, и духовки, и это Бош. Вот, Холодос, не знаю, что за холодильник, а, холодильник, кстати, у нас тоже Бош. Вот, сегодня техника у нас отличная, фильтр электролюкс, вон там еще измельчитель есть. В общем, по технике, вот видите, какая гора, много всего, много техники подключаемой. Соответственно, и итоговая стоимость монтажа у нас получается иногда немаленькая, друзья, потому что это все нужно делать. Вот, все это нужно подключать, со всем этим нужно работать. Если кто-то готов бесплатно подключать, устанавливать технику, позвоните, будете приезжать ко мне на адрес, бесплатно подключать технику. Вот, я буду только рад. Далее у нас есть питание для вытяжки, далее у нас есть питание для подсветки рабочей зоны, и также у нас будет подсвечиваться еще вот эти стеклянные шкафы. Вот, витации-то все будет подсвечиваться Леруа-шной подсветкой, профиль лента-блок все куплено в Леруа, профиль обычный, накладной. Снизу у нас будет карниз, вот маленький, поэтому сильно видно не будет. Карниз, кстати, будет тоже и сверху. По водоснабжению видим, да, все сделано. Горячая вода и две еще водорозетки для холодного подключения воды. Посудомоечная машина и смеситель. Все максимально правильно, все, ничего лишнего нет. Да, трубы, возможно, там идут понаружи, в идеале их, конечно, утапливают стены, но это в идеале. То есть все сделано, все аккуратненько, все окей. Канализацию я уже по месту подведу, потому что, повторюсь, у нас будет измельчитель. Здесь добавлена розетка. Посудомоечная машина у нас, кстати, будет крайняя. По поводу крайних посудомоечных машин, ну, я не могу сказать, что это хорошая или плохая история. В идеале, когда посудомойка устанавливается между модулей. Вот, потому что эти опоры все нужно там делать, фиксировать эти опоры. Опора всегда идет в пол, там кто-то предлагает на ножки ставить там и так далее, тому подобное. Это тоже, понимаете, ничего не спасет. Ставить на какую-то высокую ногу людям не нравится, когда там большой зазор, понимаете. Вот, плюс в этот зазор будет постоянно мусор попадать и так далее. Ставить строго в пол тоже многим не нравится, потому что большая вероятность, что там будет мыться полы, она вздуется там и так далее и тому подобное. В общем, нюансов много, поэтому посудомойку желательно, если есть такая возможность, располагать между модулей. Далее, здесь у нас стоит лючок есть, я уже все померил. Вот у нас уровень по столешнице. Вот, и, соответственно, вот у нас уровень навесных шкафов. Даже с учетом того, что здесь будет корнистый, лючок маленький, мешаться не будет. Здесь будет плитка. Соответственно, люк сделан уже все нормально здесь в плоскости со стеной. То есть, и, я думаю, все это будет выглядеть потом аккуратненько. Дровишки подразложил, там все было сложено. Сюда уже потихоньку заношу, все картоном застелил. В общем, только приехал, только начинаю все это дело подготавливать, сейчас собирать и монтировать. В общем, как обычно, какие-то процессы не буду показывать. Какие-то нюансы тоже по столешнице. Посмотрим, насколько она ровная или нет. Потому что еврозапилом соединять и столешницы, это вообще как бы отдельная история. Надеюсь, что они ровненькие и все как бы пройдет с ними гладко. Так, друзья, процесс идет. Потихоньку я уже навешиваю навесные шкафы. В общем, так как у нас угловой здесь есть, надо от него отбить уже весь размер. И чтобы здесь уже определиться с точным местоположением, соответственно, данного модуля. В общем, в проекте, как обычно, особо ничего не отображено, кроме вот этого места. То есть, вот здесь у нас, как видим, отображен один добор. Вот здесь как бы ничего. Здесь есть какие-то 4 сантиметра, но это непонятно. В итоге-то у нас все равно здесь 600 получается. То есть, вот, 350 плюс 250, получается 600. Все, никаких здесь доборных вставок нет. Соответственно, если мы не делаем здесь добор, то у нас вот этот ящик четко упирается вот в эту ручку. Здесь, в принципе, даже на картинке видно. Видите, сегодня как распечатали. Блин, то вообще не распечатают. То распечатают, непонятно как. Сегодня распечатали на одной странице. Здесь, конечно, хорошо, удобно. Ну, мелко все. Ну, пипец какой-то. В общем, пойди разбери тут, кто здесь чего, как и придумал. Вот. Значит, доборы мы будем добавлять. Соответственно, здесь, если мы увеличиваем добор, то у нас здесь уже получается другое расстояние. Нам это расстояние нужно чем-то компенсировать. Вот. В Leroy вроде как обсуждался этот момент. Но, как обычно, друзья из Leroy Merlin, ну, запомните вы, пожалуйста, не делается из одной панели несколько доборов. Делается, но в других случаях. Чтобы не гадать и не заниматься всякой ерундой, выписывайте на один добор, одна панель. Все. Вот, допустим, нам здесь нужно добор поставить. Без разницы, какой он будет. Хоть это просто толщина панели. Хоть вот такой. Выписали одну панель. Все. Вопрос закрыли. Дальше здесь нам нужен добор. Выписали одну панель. Все. Вопрос закрыли. Попилил, сделал. Не проблема. Вот. Далее идем. Здесь у нас двойной подъемник. Блин, ну, е-мое, вы же не первый день продаете. Ну, уже сколько? Сколько лет вы продаете вот эти двойные подъемники в Free Fold? Сегодня у нас, кстати, новый от фирмы Summit. Но смысл один и тот же. Подъемник рассчитан на открывание двух фасадов. Соответственно, на высоту этих двух фасадов, это 77-й шкаф, у нас вот здесь должна стоять стационарная полка. А по-хорошему, это должен быть 77-й шкаф, а сверху 25-й шкаф. Вот, как бы это так должно быть, чтобы опять ничего не колхозить. Естественно, никто ничего не выписал. Как хочешь, так и крепи. Непонятно вообще, на что расчет идет. Зачем, как бы, изобретать велосипед, если можно поставить штатный шкаф, чтобы там все штатные расстояния были, чтобы там не выкручивать петли, не колхозить и так далее. Ну, никто ничего не выписал, колхозим. Соответственно, добавил я полку, так как полка у нас идет уже, я там подкладываю вот эти вот шайбы, хореняйбы, в общем, ну, залипуха полная. Вот, я надеюсь, что я угадал с точной высотой, потому что высоту шкафов Леруа, я, честно говоря, вот я их там, наверное, уже третий год устанавливаю, я их до сих пор не могу понять, какие точно эти размеры. То ли 1024 должны быть, но один шкаф 1023, другой шкаф 1025. В общем, ты не поймешь, какой точный размер. А, соответственно, от этого точного размера нужно отталкиваться, выставлять, допустим, вот эту полку. Вот, и теперь у нас получается вот эта стационарная полка, естественно, прикручена там саморезами в торцы. Вот так это все дело выглядит, видите, усиленно. Все прикручено, чтобы это не отвалилось. Ну, занимаюсь ерундой, ребята. Я здесь вообще, если кто-то напишет, что это хрень полная, я с вами полностью соглашусь. Это хрень полная. Есть два разных шкафа, их нужно ставить в два разных шкафа. Вот, прикрутил все это дело, теперь, надеюсь, все прокатит. Вот, панель, естественно, уже заказали. Точнее, сейчас заказчик ищет, закажет, привезут, чтобы мне вот сюда изготовить панель. Сюда я пока поставил просто на толщину панели, потому что здесь, опять же, я не могу здесь делать большой добор, потому что у нас столешницу сюда выписали всего 120-ю. То есть, если я сейчас увеличу намного добор, то мне не хватит столешницы. В общем, одно цепляет другое. Вот, одно за другим цепляет. А если бы хоть кто-нибудь бы, там, в Леруа додумался бы здесь ставить доборы бы, да, какие-нибудь, то они бы сразу поняли, потому что столешницы, допустим, не хватает им и так далее. У меня здесь есть, конечно, 5 сантиметров запаса по столешнице. Вот, потому что с шкафом получается, смотрите, 40, 60, 15. То есть, получается, 115 сантиметров. Столеха 120. Но, опять же, у нас здесь есть еврозапил. Для еврозапила, ну, даже по минимуму я буду упиливать, мне нужен запас там плюс сантиметр, плюс два. А если здесь кривое, и угол еще окажется стен, то еще больше нужен запас по столешнице, чтобы сделать еврозапил. Поэтому, как бы, все, в общем, нельзя вот прям вот раз, бац, и тут от фонаря лепить эти доборы. Если бы можно было так делать, я бы уже быстрее процесс монтажа шел. У меня, видите, как бы здесь выставляешь, тут выставляешь, тут ставишь. Вот я сначала поставил вот эти части, чтобы мне точную высоту отбить, потому что полы тоже, бывает, заваливаются. И чтобы, ну, примерно все было одинаково, вот я выставляю примерно чемоданчики, шкаф поставил, высоту отбил и погнал навесные шкафы, потому что мне навесные шкафы, вот этот задает тоже весь размер. У меня вот, видите, шкаф, там панель, шкаф, и все. И мне погнал весь точный размер. Дальше сейчас я еще повешу два шкафа, 60 и 15, и будем точный размер уже знать, и, соответственно, мы выйдем в точный размер уже здесь добора. Ну, в общем, я по такой схеме работаю, возможно, это кажется кому-то сложновато, но я так привык. Стараюсь гаданиями не заниматься, вот иногда, конечно, приходится, стараюсь вот привы по факту, вот шкаф встал, и от него уже все пляски дальше, все танцы, чтобы потом не было проблем. Вот, сейчас под вытяжку шкаф вырезаю, вот он, этот уже обычный шкаф, 60, вытяжка у нас, кстати, Бош сегодня. То есть, ну, хорошая такая, интегрированного типа вытяжка, вот видите, вырезается под нее отверстие, и у нее есть вот точки крепления. Ну, элементарно просто, но почему-то китайцы не могут так элементарно делать, просто чтобы вот ты вырезал отверстие, и прикрутил вытяжку, и все. Она сидит там плотненько, аккуратненько и красиво. Вроде бы ничего сложного, но для китайцев, повторюсь, это все дело сложно. Здесь бутылочница, вот, будь они не ладны вообще все эти бутылочницы, ну, не нравятся они мне лично, вообще ни одна бутылочница, ни одна выдвижная корзина в Леруа не нравится. Но еще в Леруа появилась теперь еще корзина для навесных шкафов, это та же самая фирма Джет, это тоже такое же по качеству, ерундовая фурнитура, как и вот это. Не знаю, зачем придумали, не знаю, насколько это будет все здесь удобно, ну, я уже ставил, не знаю, там проект вы это смотрели, не смотрели, мне лично вообще, я не пойму смысл там корзины. Нижняя полка вот на этой высоте, верхняя вообще хрен знает где, чего там хранить, как бы непонятно, но это я вам уже покажу. И вот, кстати, для подсветки, друзья, вот видя штрабу делаю, фрезеровку, это же не стена, фрезеровку делаю, у меня здесь провод поднимается, и пошел наверх, вон провод, который будет блок запитан, а вот здесь, где мне этот добор будет, я здесь вниз опущу нашу клавишу включения-выключения, там сенсорная хреновина, но здесь будет карнизик, вот и где-нибудь за карнизом здесь прилиплю, чтобы раз подошел, клац включил, клац выключил. Ну, в общем, тоже здесь вот эти все моменты по факту, смотришь, где что удобнее там и так далее. По поводу панели, тоже вопросы возникают, почему ты типа стык не делаешь вот там, так его можно делать, ребят, я же не против, только надо это заранее обсуждать и заранее покупать панели, у Leroy расчет простой, есть шкаф 214, есть две панели 214, ставим две панели, дальше наращиваем, и так как в Leroy в курсе, что панель 77, значит, их хватит на две части, они выписывают одну панель, то есть, по факту, на этот шкаф выписываются три панели, 214 на 58, раз, два, и одна панель 58 на 77, которая пилится пополам и наращивается до верха, вот поэтому, соответственно, стыки всегда, в основном, сверху делаются, если делать снизу, то нам, соответственно, нужно вот сюда, панель 58 на 77, мы эту там остаток отрезаем, потом там, тоже как-то непонятно, мы делаем, да, где у нас открытая часть, вот, короче, как ни крути, все равно стыки будут, когда пенал где-то там прислонен к стене, и ты будешь сделать вот там один стык, конечно, будет выглядеть лучше, ну, опять же, для этого нужны панели, которых, с которыми в Leroy просто беда, они очень жалеют эти панели, может, у них дефицит с ними, я не знаю, ну, им очень жалко их выписывать, потому что проблемы, короче, одни и те же всегда, панели, блин, панели, панели и панели, и все, больше проблем-то особо нет, ну, не считая там кривых проектов, непонятных, вот, ну, основная проблема вот эти хреновые панели, если бы они были бы в магазине, то проблем бы не было никаких, поехал купил, даже со склада нельзя поехать, самостоятельно забрать день в день, нужно либо самовывоз в любой магазин оформлять, либо доставку, доставка может приехать на следующий день, а может приехать через два, через три дня, а может быть такое, что панели нет в наличии, и все, висяк, дырка в кухне, вот, как бы вот так, друзья, второй день монтажа, значит, вчера, что сделал, так поставил каркасы, напольный ряд, навесной ряд, как обычно, нет панели, вчера ее заказал, вот там, через свое приложение, чтобы сегодня должны привезти доставочку, так, столехи у нас, это массив, дуб написано, что касаемо этих столешниц, я скажу так, это больше похоже на мебельный щит, с которым нужно заниматься, вот там, заказчику сказали, нужно перед монтажом покрыть их маслом, он их, это сделал, покрыл маслом, вот, одна вот так теперь выглядит, вторая теперь выглядит темнее, ну, может, на видео не сильно видно, да, видно, да, если две показывать, вот, одна потемнее стала, крутили эти столешцы, есть косяки на них, где-то вмятости, где-то какие-то сучки, задоринки, вот, допустим, вот такие моменты, вот, видите, это прямо чувствуется, вот, короче, выбирали, выбирали, вчера крутили, вот, нашли две лицевых стороны, которые у нас будут, я их пометил, у нас вот это вот пятно, оно будет под варочной панели, мы вырежем, вот, выглядит, в общем, все это вот так, что касаемо самих столешин, самый большой косяк, что они кривые, вот, то есть, если мы сюда, допустим, положим куда-нибудь дощечку, то мы увидим, что они прям, у нас пузатые, горбатые, ну, в общем, такие вот, так, я не знаю, видно, не видно, да, наверное, видно, видите, вон там просвет света есть, вон, вот, то есть, вот там шина по краям упирается, а центр у нас, ну, короче, вот так вот, лодочка идет, и эта проблема в плане стыка столешин с еврозапилом, я, короче, искал ламели, такие вставочки, ну, он еще шкант плоский называется, то есть, делать так, после еврозапила делать фрезеровочки в торце, и чтобы эти ламели выводили в плоскость, но столешница дуб, ну, мне кажется, она не подастся вот таким манипуляциям, вот, и есть у меня предположение, что придется мне шлейфмашинкой, все-таки проходить стык, и выводить там плоскость, вот, в общем, сейчас посмотрим, это 240 столеха, если мы посмотрим на столешницу, вот эту, это у нас 120, то здесь видно, как будто бы она ровная, может быть, есть какие-то перепадики, но как будто бы ровная, вот, надеюсь, получится нормально стыковать, потому что желанию заказчика сделать еврозапил, плюс, еще мы здесь будем снимать, опять же, вот эту окантовочку, немножко выбирать, потому что она здесь заостренная, в общем, с этими столешницами, тоже работа считается отдельно, это, ну, можно сказать, что-то между, ну, ДСП столешницами, да, там, ты, грубо говоря, торцуешь их, и делаешь еврозапил, с этими столешницами нужно заниматься, то есть, делать еврозапил, торцевать, снимать фаску, и, возможно, еще где-то проходить, там, шлейфмашинкой, убирать вот эти все лишние изъяны на стыке, потому что они, мне кажется, по-любому будут. Фрезерую я, все так же, фрезером ассистент, как и говорил, теперь я только им работаю, мне прям он понравился, могу смело рекомендовать. В чем преимущество ассистента, опять же, называл, но все равно, вот, ребята вопросы задают, смотрите, и пишут, что нужно покупать, вот, друзья, здесь все написано, что необходимо покупать для, соответственно, пользования этим шаблончиком. Далее, у нас, преимущество для меня, что мне больше нравится, мы можем делать заход, вот этот радиус скругления, да, от 3 до 35 миллиметров, соответственно, вот они, вот эти упоры вставляются, вот сейчас у нас квадратный торец, здесь нет смысла делать большой заход, поэтому я делаю 3 миллиметра заходик, небольшой, здесь снимаю, и на второй стороне снимаю, и мы их стыкуем. Я пробовал вчера прислонять стык к стык заводскому, здесь получается все равно какая-то впадина некрасивая, поэтому будем делать по типу еврозапила. Вот, ну, в принципе, таковая задача стояла и от заказчика. С столешками эти попадались, я их стыковал просто стык к стык, то есть, там, снизу, там, какими-нибудь пластинками стягивал, как бы, и все. Могу сказать, что одни люди мне звонили, и у них столешница начала винтом идти. Вот, либо начала высыхать, либо, там, может, влажность в помещении, неизвестно, ну, в общем, как будто бы она какая-то сыроватая идет. Вот, и, не знаю, поможет ли вот это вот, то, что здесь нанесли, спасет ли эту столешницу, неизвестно, в общем, только эксплуатация это все покажет. Поэтому, сейчас запиливаемся, это столеха у меня уже в размере, здесь, кстати, у нас немножко кривоватый угол, вроде поверху ничего, а по низу угол кривой, вот на 5 миллиметров я криво пилил столешницу, поэтому сейчас вот эту заготовку, она уже в размере, вот она, я сейчас делаю еврозапил, делаю технический вырез под мойку, и, соответственно, уже будем подгонять вторую столешницу. Так, одну заготовочку я запилил, ну, запилилась хорошо, фреза новая, фреза СНТ-шная, тоже уже показывал я, вот ее артикул, это, кстати, у меня будет сегодня третий еврозапил, в общем, скажу так, эти леруашные столешницы, которые, ну, ЛДСП, они усадят любую фрезу, я просто на прошлое МСНТ, у меня попадалось много столешниц Эйгер, и поэтому мне хватило на 8 запилов, я думаю, со столешницами леруашними не хватит ее настолько, потому что туго очень идет, вот здесь, в принципе, нормально, ну, вот такие вот там сучки отлетают, вот, где на вот сучках, конечно, были такие, тяжеловато, в общем, вести его, я пробовал сначала на оборотах, на четверочке, вот, но потом все-таки вернул опять на пятерку, то есть, это не максимальные обороты, вот это получается, сколько здесь, 20, 20 тысяч оборотов, вот, он получше идет на четверки, начал заходить, как будто какое-то небольшое там биение, пошло, и, короче, хотел за раз пройти 3 миллиметра снять, но прошел за два раза, то есть, примерно погрузил сантиметра два, фрезой прошел, потом оставшиеся прошел, потому что, ну, столешница, в общем, довольно-таки плотная, все сейчас делаем под стяжки, под мойку, и укладываем, делаем вторую, так, друзья, значит, с запилом там все понятно, по поводу стяжек, стяжки, стяжки, делаем стяжки, значит, смотрите, я тут, что, уже тут приколхозил немножко, то есть, я вот здесь обозначил центр, то есть, вот центр, и здесь центр, так удобнее, чтобы каждый раз не вычислять, по поводу глубины захода, да, ну, то есть, вот, насколько его сюда утапливать, в общем, я для себя и для стяжек, теми, которыми я пользуюсь, я вычислил вот таким образом, соответственно, вот у нас перед, вот, я поставлю метку, от переда я отступаю, когда пять, когда шесть сантиметров, вот, сегодня отступаю шесть сантиметров, вот, соответственно, у меня есть упоры, вот они, да, упираются в столешницу, бац, все, и у меня уже вот эта глубина определена, дальше, вот здесь у меня есть метод, метка, соответственно, у нас центр стяжки, вот, раз, два, три стяжки, все, как бы, все просто, но это уже, здесь кому как удобнее, потому что, вот, даже в инструкции к шаблону, у ребят нет, они говорят, типа, сами вычисляйте, то есть, как вам там удобнее, какими стяжками пользуетесь, там, и так далее, сейчас я покажу стяжки, какими я пользуюсь, стяжки, ребята, я покупаю, вот, лерва, вот такие, то есть, это у нас получается, сколько тут, 100, 100 миллиметров, и, соответственно, делаю фрезеровку, с одной, со второй стороны, вот именно на таком удалении от переда, и у меня вот здесь получается, вот так стяжечки, раз, два, и три, как бы, все просто, один раз там вычислил для себя, не надо каждый раз, заниматься гаданиями, то есть, все это приходит уже с опытом, ну, не с опытом, а с практикой, с практикой, скажем так, делаешь, делаешь, думаешь, как тебе удобнее, как это быстрее все делать, чтобы все было одинаково, сейчас делаем под стяжки, кстати, я, чтобы продлить жизнь фрезе, в принципе, так же я и с дисками на пиле делаю, я переставляю фрезы, то есть, вот, для чистового, допустим, да, СМТ, вот глобус, это мне там, коллега из Питера, присылал на пробу, тоже хорошие фрезы глобуса, если кому интересно, сейчас сразу покажу, вот глобус про, очень, очень мне понравились, так, где артикул найти, не знаю, в общем, вот так, там, на паузу поставьте, вот параметры, надеюсь, вам видно все, вот, ну, она уже все подсевшая, то есть, делать ей запилы, я уже, как бы, ну, не рискую, это можно, но это все там, долго начинается, там, какое-нибудь биение у фрезы, в общем, зачем, вот, мучить себя, и фрезер, и столешницу, и все, и теперь, соответственно, делаем глубину, нам необходимую, погружение, вот, я обычно делаю так, чтобы там, ну, то есть, чтобы, естественно, стяжка полностью утопилась, то есть, я делаю примерно, чтобы у меня осталось тело, ну, там, сантиметр, может быть, там, плюс-минус, сантиметр-полтора, опять же, я сильно глубоко не делаю, чтобы там вообще полсантиметра осталось, там, может быть, лучше будет в плане стягивания, но тело очень мало останется с лица, да, вот, с внешней стороны, не дай бог, там что-то кто-то уронил на столешце, можно, ну, просто дырку пробить, особенно в ламинированных столешцах, все, поэтому сейчас запиливаемся, вторая, соответственно, по такой же схеме, и потом покажу, что у нас уже, как бы, получается, вот сейчас еще поближе отсюда покажу, то есть, вот у меня здесь есть перед, вот он перед, видите, здесь на заходе чуть-чуть подгорело, и от переда я отступаю 5-6 сантиметров, до центра стяжки, вот я обозначил вот это расстояние, здесь, по-моему, 34 миллиметра, пополами вот поделил, и вот у меня вот, метка, метка совпала, все одно и достаточно, а все остальные уже здесь по накатанной, и с этой стороны сделал обозначение, там, ну, смотря с какой стороны делаю эту фрезеровку по стяжке, единственное, конечно, я бы вот эту стяжку, вот, изначально, если бы она была чуть-чуть подальше, было бы чуть-чуть получше, но, с другой стороны, когда ты заднюю стяжку делаешь дальше, ближе к этому краю, то не всегда есть возможность там затянуть ее, то есть, потому что шкафы мешаются, вот опять же, у меня сегодня, видите, какой проект, да, это я по такой схеме работаю, то есть, я сначала выставляю каркасы, а потом, соответственно, пилю, подгоняю столешницу, потому что я не делаю, допустим, кто-то там пенал убирает, потом что-то там подгоняют, те столешницы, я так не работаю, я по другой, по своей схеме, и неудобно стягивать их, то есть, мне придется демонтировать вот этот один шкаф, чтобы там подлезть, и, соответственно, закручивать стяжки, чуть-чуть выдвигать ее там туда-сюда, и вот здесь, соответственно, вот эти части начинают мешаться все, на стяжке как раз где-то будет вот в этом районе, соответственно, придется туда-сюда это все двигать, добор покажу, тоже добор нештатный, вот, попилил как бы из того, что было, вот, из остатков панели, из вот этого как бы остатка, ну, в принципе, это как бы тема нормальная, но, опять же, повторюсь, запомните, один добор, одна фальшпанель, вот, когда с таким раскладом будете выписывать, тогда не будет проблем, и не нужно будет там заказывать, бегать полирой и так далее, потому что, ребят, еще раз вот повторю, опять про эти фальшпанели, ну, больная тема, смотрите, если бы в магазинах, в Леруа, вот эти панели, и все остальные комплектующие кухни, вот там прям у них лежали, я бы вообще эти темы не поднимал бы, проблема в том, что все детали основные по кухне, они на центральном складе, и нельзя поехать даже на центральный склад, забрать день в день, это очень повезет, если вам день в день привезут, обычно ты заказываешь либо доставку, либо самовывоз из какого-то магазина ближайшего, и так получается, что доставка всегда быстрее, чем даже самовывоз, допустим, вот я вчера панель заказал, они должны ее сегодня привезти с 8 утра, у них вот такой диапазон, я выбрал, потому что других там не было, с 8 утра до 23 часов вечера, то есть когда перевезут, непонятно, мне еще даже не приходило оповещение, что курьер там уже едет, и в этом основная проблема, то, что это все тормозит процесс сборки, а если бы они были в магазине в наличии, вот как в Икеа было, чего-то не хватает, да и как бы ладно, ну не хватает, вот заказчик сказал, он поехал в Икеа, купил, забрал деталь, привез день в день, с Леруа, к сожалению, так не прокатывает, и вот соответственно, есть просто какие-то вещи, какие-то доборы, без которых, ну блин, лучше не продолжать сборку, потому что можно где-то накосипорить, где-то что-то у тебя уедет, и так далее, основу нужно сначала выставить, а потом уже все навешивать, подгонять, и всему тому подобное, поэтому еще раз рассчитываем вот так, один добор, одна фальш-панель, и при таком раскладе все будет окей. Гордость полными вагонами, золотыми вагонами, с юга дуют молодые ветра, срывая в клочья облака, не забыли шлют издалека, с дома мама, и не последняя любовь, А по небу бегут, видишь, чудо следы, это может быть ты, это может быть я, это может нас ждут, это может нам поют двоих. Нашла коса на камень, Идет война на память, Лен. Нашла коса на камень, Идет война на память, Лен. Нашла коса на камень, Идет война на память, Радость полными застольями И земными поклонами Станем выпьем Изо всех помолчим Месяц полумень шатается Язык ноги заплетаются Вспомним, скажем Брат, брату нужные слова А по небу бегут Видишь чьи-то следы Это может быть ты Это может быть я Это может наш дух Это может нам поют свои Нашла коса на камень Идет война на память Так, запилился, друзья Сейчас вот здесь, конечно Здесь более-менее Здесь почему-то она пошла на взлет Или там я просил, что вроде шкафы выставлял Сейчас посмотрю У нас все равно сейчас шкаф этот буду демонтировать И будем пытаться это все делать стянуть Так скажем Вот так получается Получается вот так Сейчас попробуем, конечно На ощупь они даже такие все Шероховатые какие-то Как будто их надо прям вот хорошо Еще там Не знаю чем шлифмашинка Или прям чем-то Прогоняют дерево Чтобы оно было прям Ну как гладкое А здесь вот как склеили эти ламели Чуть-чуть по ходу прошли Сильно не заморачивались Мы легли на дно Мы зажгли огни Во вселенной только мы огни Гни свою линию Гни свою линию Гни свою линию Горят огни Сверкают звезды Все так сложно Все так просто Мы ушли В открытый космос В этом мире Больше нечего ловить А ты Гни свою линию Гни свою линию Гни свою линию Горят огни Так в общем друзья Решил ее всю бахнуть Короче сейчас на ощупь Она гладкая Вот то есть нет шероховатости Вот такой Но все равно Когда проводишь рукой Чувствуются такие вот волны Но это вам просто нужно В магазин Леруа зайти И попробовать на ощупь Эту столешцу И поймете о чем я говорю Вот это мне как бы не нравится Но Это скорее всего просто Она недообработанная Изначально идет То есть она должна Ну я просто видел Столешницы массив Там ребята приезжали Устанавливали Там как бы ты Все она просто Гладенькая Вот здесь все Бахнул Здесь теперь вообще Как единое целое Ну в общем Все получилось круто Вот здесь сделал Я небольшую еще Фасочку так снял Тут 2 миллиметра Ну здесь наверное видно Вот так это выглядит Ну так слегка Слегка Потому что она Острая идет Ну то есть Сейчас вот на ощупь Тактильно намного Приятнее чем вот здесь Ну короче Это как вот с акриловыми Столешницами Друзья Вот то же самое Блин просто Две заготовки И работай с ними Представляете Время сколько уходит Вот я как приехал Я начал возиться Со столешницей Время уже Короче вот я сейчас Три часа Три с половиной часа Я вот только Со столешницами Вожусь Даже уже почти 4 И еще нужно Сейчас прикрутить Да обработать Как бы и так далее И тому подобное Потом как бы И пожалуйста Ну поэтому Собственно говоря И ценник на Монтаж таких столешниц Он отдельно считается Вот Потому что По другому никак Нет смысла Это все делать Бесплатно Просто Можно Ну Лучше вообще Отказываться от этого всего Столешницей Кстати тоже не дешевые У нас получается 240 30 тысяч рублей Стоит 120 15 тысяч рублей Вот пожалуйста Две столешницы 45 тысяч Вот Ну даже с учетом работы Я еще не знаю Как это все считать Вот Естественно Это будет дешевле Чем камень Там и HPL Однозначно Вот Но Как бы даже с учетом работы Это все равно будет дешевле Нежели Заказывать столешницу Ну заказ нами Кажется будет По качественнее По надежнее Следующий этап У нас Карнизы Вот И конечно Если бы можно было Сделать вот так Было бы конечно Замечательно Но Нет Нужно все пилить Пилить Подгонять Запиливать И крепить Как видим Карнизы у нас Ну можно сказать В два этажа В два яруса Вот все Запилил Попилил Блин Пыли было Конечно Просто пипец Даже пылесос Весь пилил Все прибрал Немножко за собой Сейчас еще Попилю вот сюда Полки Короче хочу Так всю пилюшку Сегодня сделать Чтобы Потому что Ну я скорее всего Не успею сегодня Закончить Вот кстати друзья Время у нас Уже вот 18.20 И панель До сих пор Не привезли Даже сообщение Не прислали Едет Либо не едет Панель В общем Пока Есть чем Конечно Позаниматься Но все таки Задача сегодня Всю пилеху сделать Чтобы завтра Не пылить Тут убраться И чтобы было Все уже чистенько И так далее Сейчас Вытяжка Сейчас попилю Полки Подключу Вент канал И подсветкой Занимусь Нашла коса Камень Идет война На память Нашла коса Сегодня Механизм Ну вот Freefold Будем его называть Мультимеч Мультимеч Прикольно Это уже Вот Фирмы Саммит Значит Еще я их Не устанавливал Для Freefold Для шаблончик Дел Придется Теперь делать Для этого Ну Посмотрите Есть такие Ну Не просто бумажка А как бы Такая плотная Бумага Картончик Вот Есть шаблончики Есть шаблончики И туда И на фасад Ну как бы Ну понятно Дело Что там Один механизм Там два Поставить Норму Вот смотрите Как бы Такая Плотная бумага Нормальная В общем Нормальная Пока неплохо Так Сами вот Эти тяги Не бархатные Конечно Но белые Белые тяги Так Вот так Они выглядят Сейчас посмотрим Это петли Которые между фасадами То есть Все Саммит И вот Обратите Внимание Вот Саммит Откомплектует Именно Вот Петлями Которые Вот сюда На верхнюю крышку Которая Стационарная Должна быть То есть Вот Петелечки Саммиты На Быстросъеме Ответные части Понятно Все Ну и Здесь Фиксаторы Вот Замки Точно Такие Же Вроде Как бы Неплохо Так Это у нас Ответные части На фасады Саморезики Смотрите Как Шикарно Саморезиками Прекомплектует Тоже Сам Подъемничек Глядит Вот так Ну Чем-то Чем-то Напоминает Блюмовский Авентов Тоже Точно Тоже Это Палка Защелкивалась Сюда Вроде Таки Неплохо В общем Сейчас Разберемся Поставлю Посмотрим Что за Механизм Лучше Леон Предыдущего Либо Хуже Ну Мне Кажется Получше Будет Да И В принципе От Коллег Уже Слышал Что Получше Немножко Устанавливается Написано Чего-то Три Тридцать Чего Тридцать Минут На Установку Надо Сейчас Давайте Быстро Такая Пролистаю Смотрите Даже Обозначили Да От Какого Отверстия Надо Отступать Вот Отверстие Наверное Вот Она Совпадает Прикольно Вот Это Хорошо Это Хорошо Не Надо Там Рулет Кам Вымерять Поставил Даже Можно Там Под Прикрутить Делаем Насечки Либо Засверлим Все Понятное Дело Ух ты Механизм Смотрите Насколько Раз Прикручивается Просто Весь Шкаф Дырявый Конечно В идеале Было После Конечно Подходили Под Родную Присадку Но Тут Ничего Не Подходит Здесь Петли Понятно Это Понятно Ну В общем Да И Вот Регулировка Вот Вот Эту Тягу Надо Быть Тоже Где-то Регулировать В общем Все В инструкции Обозначено Инструкция Добротная Все Все На русском Языке Все Ладно Друзья Сейчас Установим Посмотрим А петли Кстати У нас Еще Никак Мясами Это Не попадутся Это Еще Хитичи Петли Вот Как Саммит Попадется Петли Тоже На них Запишу Обзорчик Ну В принципе Я их Уже Видел Они Я думаю Точно Так же Будет Выглядеть Наверное Вот Но только С доводчиком И здесь Соответственно Без Доводчика Все Ладно Сейчас Установлю Посмотрим Как работает Итак Друзья Завершил Я проект Кухни Леруа Мерлен Это был Трехдневный Проект Кухня У нас Компактная Получилась Но довольно Таки Объемная По работе В принципе Как и обычно Сразу Перечислю Работы Которые Здесь Были Сделаны Вот По стоимости Я напишу В телеграм Канале Распишу Что сколько Стоит Так У нас Получается Сборка Установка 13 каркасов 13 Это считается Вот этот Каркас Для посудомоечной Машины Ну как бы Не каркас А Скажем Место Потому что Ногу нужно Отпилить Закрепить И так далее Считаю Просто как бы Как каркас Из техники Было установлено Подключено Посудомойка Мойка и смеситель Фильтр для очистки воды Измельчитель Варочная панель Духовой шкаф Вытяжка Холодильник Подключение Вытяжки К вентиляции Подсветка Рабочей зоны Подсветка У нас соответственно В этих Витринах Карнизов У нас получилось 7,3 метра Еврозепил Установка Столешницы Из массива Получается у нас Два куска Столешницы Плюс Шлифовка Столешницы И плюс Фаска То есть я вот здесь Снял фасочку Чтобы тактильно Это было Приятно Значит Фасады у нас Ньюпорт Белый Выглядит Отлично Как и говорил По качеству Будем подтянуть Хотя бы Вот эту пленку Ну сделать ее По качеству Получше Было бы вообще Топ Фасад вообще МДФ Материал Но покрытие Может пострадать Особенно Вот зоны Скажем так Риска Это вот это место Карниз тоже Кстати может Из-за него Пострадать Из-за пара Который Будет из-за тепла И посудомоечная машина С посудомоечками Знаю что у людей Бывают проблемы Потому что вот здесь Скапливается вода Здесь пар Вот когда посудомоечная машина Заканчивает цикл Стирки Так Вот здесь у нас Интересная история С Вот этим подъемником Я сейчас еще поближе покажу Подъемник фирмы Саммит Мне понравился Работает Отлично Адекватно Устанавливается В принципе Тоже без проблем То есть все открывается Закрывается Единственное что Вот прошлые подъемники Они вот как-то в этом месте Чуть-чуть поплавнее закрывали Здесь прям так Бух Доезжает Смело Здесь у нас посудомоечная машина У нас кстати вся техника Бош Вообще просто кайфанул Честно говоря От техники Да вообще целом От проекта Блин получаешь удовольствие Когда ты приезжаешь В чистое Подготовленное помещение С ровными стенами Здесь были конечно Отклонения Но не глобальные И все Вообще никаких проблем нет Ты просто занимаешься Непосредственно своей работой Там были да нюансы По панелям Но все доехало Как бы все окей Все просто работаешь 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 Выполняешь свои непосредственные Так сказать Обязанности Не занимаешься Там какой-нибудь ерундой Кучу каркасов Перепиливаешь Там под эти розетки Коммуникации И так далее Почему все не могут Готовить помещение Для меня загадка Тут вопрос Как я и говорил Пару водорозеток И электрических розеток Так 5-7 штук Все в зависимости От количества Подключаемой техники Сделать их В правильных местах И все Проблем никаких Судомойка Бош Все установлено Подключено Я уже запускал Она уже у нас постирала Мойка По-моему Флорентина Называется Фирма Такая каменная Под искусственный камень Там у нас тоже Все аккуратно расположилось Измельчитель Фильтр для воды Здесь у нас Выдвижные механизмы Это тоже у нас Фирма Саммит Новые механизмы Мне нравятся Мне нравятся Даже больше Чем Хетиш Хетих Хетич Нормально работает Открывается Закрывается Хорошая регулировка И так далее Здесь аналогично Далее Варочная панель Индукция И духовой шкаф Тоже фирмы Бош И вытяжка У нас также Фирмы Бош И здесь у нас Еще есть техники Надеюсь вам видно Холодильник Холодильник Аналогично Бош Все просто Просто красота Все устанавливается Все классно Все ровненько У фурнитуры Которая идет Хороший крепеж Регулировки Фасадов Ну все в общем Классно Я же говорю Получаешь просто удовольствие От работы С такой техникой Вот Некоторая техника Китайских производителей К сожалению Пока Не дотягивает Она До такого качества Фурнитура Именно В плане монтажа Говорю Все установлено Все работает Все подключено Все классно Единственное Единственное Что у нас Вот в этом месте Нет ручки Но это Как бы Не знаю Почему ошиблись С одной ручкой Не выписали Так друзья Теперь поближе Покажу Как это у нас Все дело выглядит Начнем с подъемного Механизма Вот он у нас Здесь расположился Фирма Саммит Как и говорил Все работает Все классно И здесь Что понравилось Ну то есть Регулировочка Есть хорошая И здесь Есть такая Фишка То есть Можно ограничивать Угол открывания Фасада Вот видим 110 градусов Здесь поворачиваешь И он открывается На 90 градусов То есть Если у кого-то Под потолок То можно сделать Именно Там ограничитель есть Он выше этого Не поднимется В общем Классная история Так он поднимается На 110 градусов В общем Хороший механизм Мне понравился Мне понравилось То что Леруа Не перешли На какую-то Там Фуфлыжную фурнитуру А остались На как бы Нормальной фурнитуре Единственное Сейчас еще пару моментов Покажу По другой фурнитуре Здесь у нас Витринка Стекляшка С полочками Стеклянными Все как бы Как и положено Как и должно быть Угловой модуль Который 60 на 60 С ним Ну как обычно Там чуть-чуть Приходится повозиться С карнизами Там и так далее Доборчик Нештатный Тоже Вот целая панель Ушла Вот почему панель Нужна Смотрите Торец Торец Да И вставка Между ними Здесь торцы Я ставлю Чтобы у нас Ни отсюда Ни отсюда Не было спила И чтобы он Сюда выходил Ну тут как бы Вариантов не особо много Здесь у нас Просто панель То есть просто Торец Как я говорил Мы здесь Ставили панель На 2 сантиметра Увеличивали Чтобы нам Здесь увеличить Добор Дабы у нас Вот этот ящик Не уперся В ручку Смотрите Здесь как раз Получается Там может 2 с половиной Сантиметра То есть Толщина панели Вот И она здесь Компенсионная Если бы там Не было панели То 100% Ящик бы Упирался бы В ручку Ну как бы Не очень было бы Приятно Кстати Что касается Лотков Вот когда Была фурнитура Хетич Эти лотки Не покупали Теперь Фурнитура Саммит Ящики И покупают Эти лотки Этот лоток Он чуть-чуть меньше Вот Варка Индукция Бош Тоже Все подключено Все установлено Все работает Духовой шкаф Аналогично Холодоз Вот он Здесь Холодильник Бош И Смотрите Друзья Это у нас Здесь система Крепления Дверь К двери Вот Кстати Я у нас заглушку Поставлю Сейчас поставлю У нас там есть заглушечки И туда Эти липучки Я уже за них Говорил Я их приклеиваю Я еще не успел С адреса уехать Они отваливаются Оттуда Эти липучки Которые в комплекте Идут Сейчас Как бы тоже Их прилеплю Как раз пока Все открываю Шкафы И попутно Проверяю Все моменты И нюансы И здесь у нас Вот она Корзина Ну Скажу Шибко Она тоже Не сильно надежная Такая же Как и и снизу Вот Это та же самая Фирма Jet Монтаж Не очень удобен Регулировка Скудная Ну в общем Как бы Такое себе Вот если бы Леруа бы Еще вот эти Корзины бы Допустим У саммита Заказала бы Я думаю Было бы лучше Но если у них Есть такое И какой-нибудь Там много Потому что Люди хотят В виде сушку Для посуды Именно в напольной Базе Вот Потому что То что продается У Леруа Как бы Ну не очень Там есть какая-то Моделька Более-менее Но в целом Они не очень Провисают Так скажем Под собственным весом Даже без посуды Вытяжка Все тоже подключено К вентиляции Вытяжка у нас Фирмы Бош Вот так выглядит Аккуратненько Монтаж Отличный Вопросов никаких И там у нас Расположился вент-короб Не знаю Вы наверное Не увидите Но вот Там где-то Заход в вентиляцию Думаю Должно быть Видно В общем Все подключено Пришлось там Повозиться Немножко у нас Вентиляция попала Как бы не туда Куда надо Как бы все подключилось Все отлично Ну столешница Вообще Прям класс Мне очень нравится Сочетание цвета Просто офигенно Выглядит Я еще Тут шлифанул Она прям Такая гладенькая Стала Вчера заказчики Ее прошли маслом То есть она Прямо сейчас Выглядит Видите Она почти Даже одинакового цвета Потому что До этого Они прям Очень отличались По цвету И вот здесь Вот тоже Я снял Так Фасочку То есть Ну выглядит Короче классно Мне очень нравится Ну и еврозапильчик Вот То есть 3 мм Заход Видим Здесь небольшой Все за счет Шлифовки Здесь получилось Как бы вообще Как единое целое То есть шва Прям вообще Не чувствуется Все отлично И здесь еще Покажу С торца Так Ну в общем Классное сочетание Цвета Ну короче Мне нравится Мне очень нравится Заказчику очень нравится Это самое главное Мне-то пофигу Заказчику нравится Это самое важное В нашей работе Скажем так Смеситель Вы по-моему Лимакс Или как-то так называется Ну в общем Как обычно Холодная горячая И чистая вода Все в одном Смесителе Вот с вот этим Гибким шланжиком Это у нас Заглушка Сюда Для измельчителя Для горловины Измельчителя Переливчик Кстати Вот в мойке Была такая штуковина И посредственно Сам измельчитель Измельчитель Борт Рашер Или что-то такое В общем Не помню А вот он Бонбон Крушер Бонбон Крашер Бонбон Крашер Короче Какой-то Нормальный Измельчитель Бидон Такой здоровый Но Здесь как-то еще Получилось Так расположить Что в принципе Сюда залезет И ведро Спокойненько Фильтр Я сегодня Здесь расположил Изначально Как обычно На эту стенку Прикрепил Но Шланги Коротковатые Один шланг Всего идет Это кстати Как фильтр для воды Электролюкс Такой прикольный Он может делать Вот так Но в нашем случае Ну колба Менять В общем тоже Без проблем Полоборота Все И снял Убрал Вот И переместил Сюда Потому что Шланги Короткие Вот они еще Видите Как бы вниз Так уходят И чтобы Через весь шкаф Здесь не болтались Вот так вот На натяг Пришлось его Перемещать В эту сторону Измельчитель Подключен Как обычно Небольшой колхоз С силиконом Изолентой Хомутами Все что Найдем С переливом Вот Но перелив Проверил На герметичность Как бы Все окей Сифон Вот он Это МЦ Алпин Если правильно Я называю Вот он Специальный Для Ну даже Не то чтобы Специальный Для измельчителя Но я их Ставлю для Измельчителя То есть Жестким сифоном Никакой гофры И канализация У нас Вон туда Пошла И соответственно Слив От посудомоечной Машины К краникам Конечно Сейчас там Доступа Сильно Большого нет Но вот Они здесь Как бы Можно При необходимости Подлезть Но самое главное Что они В правильных местах И соответственно Штатная Гибкая подводка Туда Накрутилась Все Никакого Колхоза Никаких Удлинений Там и так далее И тому подобное Так ну и ящики Ящики Саммит Я уже в принципе Их показывал В общем Нормальный Как говорю Мне нравится Мне в каких-то моментах И даже больше нравится Чем Этих Подсветка Рабочей зоны Выполнена у нас Таким образом То есть Вот у нас идет Лента Сейчас ленту Покажу Вот самая офигенная Лента В Leroy Merlin Вот я вам Прям рекомендую Если вы В Leroy Покупаете свет Покупать Именно вот эту ленту Посмотрите Света Просто с головой Нейтральный белый Ненапрягающий свет И светит отлично И здесь у нас Расположилась Как бы я был Конечно бы Рад Если бы здесь Была клавиша На фартуке Все-таки Клац-клац И все Расположил я вот здесь Эту штуку Вот она Она конечно Такая прям Резкая Она тоже может Диммировать свет Так это все дело Работает Соответственно У нас все Включается И включается При помощи Вот этой одной клавиши Ну и так же Можно диммировать Так здесь у нас Все барахло По традиции Осталось И ленту покупали Тут с запасом Прямо еще целую Можно отвезти Обратно сдать В Леруа Вот друзья Эта лента 10 ватт на метр Вот светит Вот видите Сами как светит И у нас здесь 120 диодов На 1 метр Вот диоды Какие здесь стоят В общем классненько Светят Вот они диодики Видите Они небольшие Но они идут Очень часто И соответственно Из-за этого Еще большое количество Света И свет нормальный Равномерный Вот потому что В Леруа То что иногда Продают Там продают Вот такие вот Диоды здоровые Они через там Сантиметра 2-3 Расположены Получается в профиле Видно точку Как светит диод Потому что Этот рассеиватель Как бы не может Так сильно Рассеять Рассеять это все Дело Чтобы не видно Было точек Все Тут как обычно Все барахлишко Осталось По традиции Посудомойку Я включал Проверял Все она Постирала Достирала Все окей Вот как говорил Вот здесь вот стоит Конечно пар Без этого никак И из-за этого К сожалению Страдает Фасадик Бывает В общем Друзья Все На этом Кухня Получилась Интересная Фоточки Как обычно В телеграммах В инстаграммах Там если не забуду Как говорил Напишу Стоимость По работе По кухне Кстати стоимость Сейчас отглянул 258 тысяч рублей Стоит кухня Без техники Естественно Ну столешница Только одна Там почти полто стоит Кстати заказчик Говорит Что он делал проект Вот И там было Что ли 230 тысяч Потом поехал Оплачивать Через какое-то время И уже Бац 258 В общем В Леруа Цена Растет Вот Как в принципе И на все остальное Но к сожалению В Леруа Растет только цена Качество Не растет Оно стоит на месте Это как бы Не есть хорошо Я считаю Нужны фасады Мне кажется Нужно добавлять Еще в ассортимент Фасады Очень нужны Леруа Это эмаль Крашеный МДФ Прям очень нужны Только Чтобы они были Нормального качества Ну походу Они просто не хотят Заказывать Хорошего качества Фасады Потому что Хорошего качества Фасады Будет стоить Денег Прилично Вот Но эмаль Было бы неплохо Ладно Все друзья На этом Пора заканчивать Пора сваливать За собой Кстати порядочек Все Приехал в чистое помещение И оставил чистое помещение Все друзья Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok